43 автобуса, 20 трамваев и столько же троллейбусов с откидными аппарелями, тактильными направляющими, поручнями и средствами оповещения. Столько машин, удобных для инвалидов, приобрели в Самаре только в прошлом году. Сегодня половина всего муниципального общественного транспорта оснащена необходимым оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. И эта цифра должна расти. Так уже этим летом пополнится трамвайный парк города. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде, то есть это в рамках лизинга программы, приобретение 10 трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов для нужд городского округа Самар с поставкой в первом полугодии 2017 года. В июне месяце мы эти трамваи уже трехсекционные получим. Как сделать дорогу еще более комфортной для инвалидов решали на заседании специальной комиссии при губернаторе Самарской области. Прорабатывается вопрос создания специальных остановок со звуковым и визуальным оповещением о том, транспорт какого маршрута подходит к остановке. По всем правилам доступности с тактильной плиткой строят и ремонтируют дороги. Так после реконструкции на московском шоссе появится больше трехсот переходов, полностью оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю сконцентрироваться все-таки на ходе подготовки к чемпионату мира по футболу и учесть как можно больше проблем и вопросов, которые можно было бы просто одновременно, проводя реконструкцию, решать. Доступный общественный транспорт – это возможность инвалидам добраться до работы. Трудоустройству и профессиональному обучению этой категории жителей особое внимание. Возможность получить образование есть, но список доступных профессий не так широк. И не все они востребованы на рынке труда. Одна из главных задач сегодня – переориентировать образовательные учреждения на подготовку инвалидов по актуальным сегодня специальностям. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.